В прошлом зале летнего альфитеатра лучшие выпускники со всей республики ЕГЭ уже позади, а значит пора готовиться к самому главному событию в жизни каждого школьника – республиканскому выпускному балу. Марина Сайнароева держит в руках заветное удостоверение к золотой медали. Саму награду за отличную учебу девочка получит уже в это воскресенье наравне с другими медалистами. Но радует Марину другое – возможность поступить в ВУЗ своей мечты. Я хотела бы поступить в первый медико-стоматологический университет или в Ставропольский государственный медицинский университет. Ну я надеюсь стать хорошим врачом. Над выбором профессии выпускница думала недолго, пошла по стопам матери – 93 балла по биологии, 96 по русскому языку. Выполнить программу на максимум помешало разве что волнение на экзаменах и невнимательность. Конечно, главное – это готовиться и тренироваться. И самое главное – обратить внимание на те темы и на те задания, которые вы хуже всего знаете. Потому что я когда готовилась, мне казалось, что я эту тему не знаю и она, скорее всего, может и не попасться. Поэтому я не обращала внимания на те темы, которые у меня не получаются. И именно они меня подвели на экзамен по химии и по биологии в одном задании у меня были проблемы. А вот Ясмин Чапановой пришлось полегче. Девочка сдавала только основные предметы – русский язык и базовую математику. Свои 100 баллов по выборочным дисциплинам абитуриентка высшей школы экономики заработала задолго до выпуска, став победителем Всероссийской олимпиады школьников. Благодаря льготам исполнилась заветная мечта Ясмин. Было чуть легче именно в период сдачи поступительных испытаний, так как, грубо говоря, уже я свое отработала. И от меня требовалось только на аттестатку работать. Я просто советую всем ученикам, которые сейчас в девятом-десятом участвуют обязательно в этих олимпиадах, потому что возможности открываются на полной серьезе огромные. И практически это гарантированное поступление в любой вуз, в любой университет, в который ты захочешь. Такая сознательность ингурских школьников привела в этом году к значительному повышению уровня образования более 170 медалистов. Впрочем, в региональном министерстве образования уверены, эти цифры далеко не единственный показатель. Повышенный уровень внимания к развитию системы образования в стране, в частности в республике, дает свои плоды. Улучшился средний балл по таким предметам, как русский язык, 39 в текущем году пока и 30 было в прошлом году. История, информатика, физика, общество знаний, литература. И то, что я говорю, информатика и литература, для нас это очень важно. Информатика в текущем году пока у нас 26 средний баллов, в прошедшем году было 14 баллов. И так как у нас такие предметы, как информатика, математика, география, литература, предметы, которые, грубо говоря, западающие, и когда мы в этих предметах видим позитивную динамику, конечно, система образования воспринимает это с радостью. Ингушские медалисты не рвутся за пределы республики. Они стремятся получить образование в лучших вузах страны, а затем с полным багажом знаний, будучи высококвалифицированными специалистами, вернуться на малую родину и трудиться во благо родной Ингушетии. Сейчас ребята надеются по праву быть зачисленными в первую же волну. Передай Мержоева, Майрбек Мержоев, Новости 24. Продолжение следует...